В танцевальной студии многолюдно, но непривычно тихо. На этот раз мастер-класс по хип-хопу преподаватель школы проведет для ребят с нарушениями слуха из молодежного движения глухих. У нас 22 ноября был открытый бесплатный урок также для неслышащих ребят, но давал мастер-класс Андрей Другунов, участник проекта «Танцы на ТНТ». Он также неслышащий. И мне кажется, просто ребята вдохновились после его мероприятия. Я это, в принципе, заметила. Поэтому решила сегодня всех их собрать и попробовать сделать из сегодняшнего занятия какую-нибудь комбинацию, чтобы ребята поняли, что, в принципе, их недуг – это не проблема и не преграда для танцев. Догадаться, что эти начинающие танцоры не слышат, можно только по наличию в зале, кроме преподавателя, сурдопедагога. В остальном – все так же, как и с обычными учениками. Несложные движения поначалу даются с трудом, но позже, чуть осмелев, ребята начинают искренне веселиться. Танец приобретает уверенность. Когда-то я видел такие танцы в торговом центре. Мне было интересно. И когда объявили мастер-класс, я с удовольствием пошел на это мероприятие, чтобы глубже узнать, что такое хип-хоп. Есть сложности, но все равно я стараюсь, чтобы понять этот танец. Как ни странно, с трудностями пришлось столкнуться именно преподавателю танцев. Многие слова на сленге танцоров крайне сложно перевести. Тут на помощь языку жестов приходит язык тела. Кач. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пошли. Импровизировать в тишине, конечно, не получится. Но если запомнить движение и поймать ритм, слышать музыку вовсе не обязательно. Достаточно лишь захотеть танцевать. Непреодолимых преград для этого нет. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.